Чистая прибыль упала в 93 раза, всего до 5 миллионов рублей. Это результаты биофармацевтической компании «Пермамет» за первое полугодие. Выручка выросла на 22%. Что это за результат? Обсудим. Необоснованного давления на рынок не будет. В Минэнерго объяснили, что для вот этой самой цели часто используют данные о производстве топлива. Поэтому теперь статистика о выпуске нефтепродуктов в России больше не раскрывается. И в преддверии сегодняшнего отчета самолета банки в июле стали чаще отказывать россиянам в ипотеке. Выяснили в РБК. Было отклонено 57% от общего числа ипотечных заявок. Это «Рынки утра» в студии Алифтина Пинкальска, Алексей Таболин. И мы расскажем вам все самое важное к этой минуте для инвестора и для всех тех, кто интересуется финансами и экономикой. Задавать ваши вопросы можно и нужно, поскольку у нас по традиции в выпуске в 9.40 гость в студии будет. И он ответит на все вопросы по акциям, аппликациям. Все, что у вас есть на душе, пишите, пожалуйста, в наш чат-бот. В него можно попасть через телеграм-канал «Сам ты инвестор». Либо пройдя по QR-коду, который вы прямо сейчас видите на экранах. Леш, еще раз доброе утро. Отчетов у нас уже с утра к текущей минуте вышло несколько. Четыре, как мы с тобой посчитали. Но я так понимаю, что на очереди еще много имитентов. Да, у меня целая пачка. Доброе утро. Во-первых, АФК-система. Потом Аэрофлот, Мать и Дитя, самолет, который ты анонсировала. ЮГК, который, по крайней мере, мне будет интересен. Евротранс, Росгидро и Россети Ленэнерго. Ну и также еще отчет Сбербанка за первое полугодие, но по РСБУ. Все эти отчеты до этого были за первое полугодие по МСФО. Вот РСБУ у нас в Сбербанке. Кроме ЮГК, что-нибудь ждешь еще? Чисто из любопытства АФК-системы в полглаза хочу посмотреть, но без энтузиазма. Да, тем более, что АФК-системы мы, кстати, подробно обсуждали в нашем выпуске 8.30. Кто не успел посмотреть в прямом эфире, заходите во все соцсети РБК-инвестиции, на YouTube-канал, также смотрите. А вот чего ждет Петр Салтыков, наш гость сегодняшний. Отчетов, эмитентов сегодняшнего дня узнаем прямо у него. У нас в гостях Петр Салтыков, партнер и управляющий, управляющая компанией Ари Капитал. Вам что интересно из этого списка? Я пока ничего не интересно. Я смотрю на больше на индексообразующей бумаги, потому что поведение все-таки рынка, в основном, зависит от крупных самых фишек. А все остальное, это скорее второй эшелон производной больше. То есть сейчас что-то кроме голубых фишек вы в целом не рассматриваете для портфеля, скажем так, идеального? Для того, чтобы сейчас активно приобретать, скорее нет. А что тогда можно сейчас активно приобретать, учитывая, что у нас рынок рушится и падает вниз, и непонятно, что будет дальше? Вот надо очень аккуратно смотреть. Но одна из таких идей, которые у нас есть, это крупный банк ВТБ. Внезапно. Да, но там, потому что свои особенности, мы, естественно, все очень долго не любили акции этого банка. Но вроде он в последние годы начал успешно разворачиваться, скажем так. И если он по итогам 2024 года заплатит дивиденды, то это будет очень благоприятное. Ну, насколько я понимаю, про дивиденды 2024 года только намекали, так же, как и намекали насчет возможных дивидендов 2023 года. Но в итоге мы за 2023 год не увидели. Почему у вас надежда, что мы увидим 2024? Ну, видите, надежда умирает последней. Надо же что-то надеяться в этом. Знаете, нам хотелось бы, Петр, каких-то вот прям конкретных... Вот вы говорите, ВТБ наша идея. Хочется понять, что у вас вот за драйверы роста, которые приведут к росту стоимости бумаг. Ну, смотрите, одна из основных идей ВТБ заключается в том, что, несмотря на то, что ВТБ страдает от роста процентных ставок, в отличие от Сбербанка, видно, что ВТБ сильно страдает, но у них откуда-то идут хорошие восстановления резервов из заблокированных активов. Они же списали почти там 700, что ли, или 800 миллиардов рублей активов, в том числе, там, за рубежом, там, еще где-то. Вот, и у них идут сделки, по которым они, видимо, эти заблокированные или отобранные активы каким-то образом продают, получают за это живые деньги и, соответственно, эти убытки восстанавливают. Вот, и за счет этого у них чистая прибыль, получается, по сравнению даже с прошлым годом, пока она растет, они заявляют о том, что не перевыполнят свой план и, вообще говоря, дадут очень хорошую рентабельность, ну, на текущий капитал. Понятно, что это все такое, ну, это, может быть, специфические вещи, которые вот могут случиться в этом году, специфические для ВТБ, специфические для его ситуации, но, тем не менее, ключевой момент в том, что если действительно ему удастся это сделать, то у ВТБ будет хороший рост собственного капитала, а у него проблема основная с нехваткой собственного капитала. Вот, если у него будет хороший рост собственного капитала, то частично он этим сможет поделиться с акционерами, то есть с нами. А за счет того, что он очень дешевый, то если он из этого, из, например, даже четверть, например, чистой прибыли заплатит, то это будет дивидендная доходность по текущим ценам, где-то 12-13-14%, что, ну, нельзя сказать, что много, но нормально. Хорошо, такая дивидендная доходность. А какой у вас тогда апсайд, чтобы целиком вообще вашу инвестидею осмыслить? А сейчас 97 рублей. Нет такого, в моем случае, я не рассматриваю такое понятие, как апсайд, в принципе, но вот если предположить, что ВТБ сможет, там, не знаю, как-то в следующем году, например, поддерживать свою чистую прибыль, то это некая рентабельность на его текущую капитализацию 50%. Для сравнения, Сбербанк показывает в таких же метриках рентабельность примерно 28-29%. В этом смысле вот эта вот дельта плюс 20%, ну, потенциальная такой ежегодная доходность, в моем понимании, достаточно большая, чтобы пробовать ВТБ покупать. Петр, тут стало известно, что Селегдар обвил дивиденды, точнее, совет директоров дивиденды за первое полугодие этого года, 4 рубля на одну акцию, это примерно 8% дивидендной доходности. Вопрос такой, есть ли вообще интерес к Селегдару, ну и вообще золотодобытчикам в общем? С золотодобытчикам в общем интерес в целом есть, конкретно с Селегдаром есть большая сложность, которая получается в том же, в двух вещах. Во-первых, у них довольно большой долг, что, естественно, минус в текущих условиях, большой ставок. Вот, а второе, что, наверное, еще более важно, и почему мне не нравится в этом смысле Селегдар, что у них очень большой долг, который выражен в золоте. Обычно, в чем прелесть золотодобытчиков, если цена, например, на базовый металл, на золото сильно растет, это значит, что у них сильно растет выручка, сильно растет прибыль, это такая вот непрямая ставка на благородный металл. А когда получается, что Селегдар занимает в золоте, то весь этот рост на самом деле уходит инвесторам, покупающим золотые облигации, а не акционерам. Но, с другой стороны, это же делает более прогнозируемую финансовую составляющую бизнеса, то есть меньше волатильности, это же работает и в обратную сторону, если золото падает. Это работает в обратную сторону, если золото падает, но просто обычно, и вот сейчас, пока мы с полюсом точно видно, и вот за рубежом все золотодобытчики обычно торгуются, ну, скажем так, завышенными мультипликаторами по сравнению с другими компаниями горнодобывающего сектора. И в этом смысле получается, что если вот этот вот защитный эффект у золотодобытчика исчезает, потому что он хеджирует стоимость золота, то тогда получается, что мы его должны оценивать как остальных, ну, как остальной сектор именно горнорудный. А в этом смысле, да, там не нужно платить премию. Ну, и есть, на самом деле, еще один момент, что все-таки они объявляли о том, что собираются вкладывать много денег в очень сложный, дорогой проект, по-моему, оловянный, где-то на севере Якутии, ну, там просто космические расходы должны быть, не очень понятно, там, выдержат или не выдержат, опять же, с этими процентными ставками совсем. Вот. И как бы не получилось с ним, как с Мечелом, который вкладывал много в Эльгу, но не издюжил. Да, и судьбу Мечела мы сейчас, к сожалению, наблюдаем. Хорошо, вот мы уже отчасти затронули тему облигаций, продолжим ее, но не про золотые бонды и селегдара, а поговорим про флоутеры. Мы видели тоже от наших зрителей, что вы у нас в чат-боте спрашиваете про отдельные выпуски. А вот что сейчас из интересного, конкретно на текущий момент, из выходящего, можно купить на рынке, обсудим с Юрием Новиковым, начальником управления инвестиционно-банковского обслуживания Росельхозбанка. Юрий, приветствую вас. Да, приветствую вас. Смотрите, мы с вами общались до эфира, вы нам свои топ-3 идеи представили, иначе пойду по порядку. Итак, вас заинтересовал флоутер Трансконтейнера, вообще он будет размещаться 4 сентября, уже очень скоро, но книга заявок открывается на днях. Вообще напомню, что Трансконтейнер – это российская транспортная компания, крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок. Итак, это флоутер, размер купона плавающий, привязан к ключевой ставке, и максимальный спред 2%, но, скорее всего, видимо, он будет ниже. Что думаете, кратко, плюсы-минусы этой бумаги? Алексей, ну, ключевая идея сейчас, собственно, одна – это уход от кредитного риска, потому что ставки, собственно, и так высокие, поэтому Трансконтейнер – компания, которая редко выходит, ну, в последний раз она выходила почти 3 года назад, и тот выпуск, который будет, как раз он будет рефинансирован текущим размещением, я думаю, что это достаточно интересное кредитное качество, с учетом системы госкорпорации «Росатом», поэтому, мне кажется, тот спред, который они предлагают, очень привлекателен и при надежном кредитном качестве, и в силу того, что имитент редко размещается, здесь есть возможный апсайд. Хорошо. Поэтому, если бумага сильно не уйдет, ниже по спреду, я не знаю, ниже 190-180, я думаю, она привлекательна. А, так, вот тогда вопрос, какой, вы считаете, спред действительно будет таким привлекательным? Не ниже 1,9? Плюс? Ну, нет, может быть, 170-180, 190, в зависимости от спроса. Я думаю, что он будет очень большой, потому что имитент редко появляется на рынке. Хорошо. Вторая ваша была идея – это тоже флоутеры «Газпромнефть». Они уже разместились в августе. Срок обращения 3,5 года. Ежемесячный купон, ну, так же, в принципе, как у «Трансконтейнера». Тоже привязан к ключевой ставке, плюс спред 1,3, 1,3%. Тут, что скажете, плюсы и минусы? Ну, смотрите, здесь, собственно, имитент один из самых надежных на российском рынке. В силу того, что группы «Газпром», конечно, ей не хватает в нашей емкости, она, в принципе, предлагает определенную премию другим заемщикам первого шлона. Вот «Газпромнефть» она в меньшей степени страдает, чем ее материнская структура, в силу послаблений со стороны Центрального банка. Но, тем не менее, вот этот спред 1,3, он остается крайне привлекательным, если посмотреть на другие выпуски. Но, в целом, основная идея, которая, мне кажется, будет работать до конца этого года, это флоутеры первого и второго шлона, и они являются максимально защитными. Собственно, сегодня будет выступать Алексей Заботкин со своей программой, ну, то есть с прогнозами по ДКП на 2025-2027 год. Мы думаем, что ставки будут оставаться высокими в ближайшие полугодия, поэтому это однозначно лучший инструмент из всех, что может быть. Хорошо, и ваша была третья идея, это «ФК-система», тоже она уже выпустила эти облигации, там спред к ключевой ставке 2,2%. Мне интересно, почему вообще «ФК-система» попала в ваши выбросы? До этого вы говорили про то, что нужно смотреть на флоутеры надежных заемщиков. Не сказать, что «ФК-система» прямо какой-то супернадежный заемщик, учитывая большие проблемы ее дочерних структур и, в принципе, большой долг самой «ФК-системы». Нет? Ну, нет, мы считаем «ФК-система», ну, не знаю, в части нашей экспертизы, мы считаем ее одним из самых надежных заемщиков, одним из крупнейших холдинговых компаний в России. Мне кажется, там компания может справиться со всеми сложностями своих дочерних структур. И вот, собственно, она предлагает достаточно существенную премию. Видите, это ставка 2,2% при том же рейтинге, сопоставимым, допустим, с транс-контейнером, который, видимо, получит ставку значительно ниже. Кроме того, могу отметить, что в свете последнего размещения сейчас бумага торгуется на полпроцента ниже номинала, и я думаю, что в дальнейшем ее цена восстановится, поэтому это, наверное, неплохой момент для того, чтобы подбирать эту бумагу. Смотрите, мне кажется, самый главный вопрос, который по поводу флоутеров есть у меня, во всяком случае, это в случае сигналов даже по поводу снижения ключевой ставки не будет ли такой ситуации, что все, условно говоря, из флоутеров побегут, и их цена будет падать? Я думаю, это будет очень долгосрочный период. Собственно, в моем понимании, то есть цена, если там упадет, как бы на выходе ряда инвесторов, то скорее это будет, там, не знаю, полпроцента вы потеряете. А в настоящий момент есть возможность получать на той же выпуске ФК-системы более 20%. Если ставка будет повышена в сентябре, то, может быть, и 22, и 23, поэтому потеря полупроцента, наверное, не такая существенная, чем нежели бы взять какой-то фикс сейчас и действительно испытывать судьбу, насколько строгой будет политика Центрального банка в честь движения ставок. Ну, я имею в виду, если сравнивать с фиксированными. Хорошо, Юрий, последний вопрос. Вы мне перечислили три, вы, кстати, просили у вас минусы, ни одного минуса вы не перечислили, ну да ладно. Три флоутера, лучший из них какой, на ваш взгляд? Первое место. Трансконтейнер, Газпромнефть. Мне кажется, для консервативного инвестора, наверное, лучший выбор – это Газпромнефть, конечно. Если инвестор, скажем, условен к умеренному риску, то можно приобрести также трансконтейнеры и систему. В целом, идея такая, при таких высоких ставках, я оцениваю это именно так. Хорошо, хорошо, поняла вас. Спасибо большое, Юрий. С нами на связи был Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Росельхозбанка. Петр, слово «АФК-система» и умеренный риск в одном предложении. Согласны, нет? В целом, «АФК-система» довольно действительно надежный заемщик. Понятно, что у них довольно большой долг, но при этом стоимость активов все равно сильно превышает этот самый долг. Ну и в конце концов, если что, они как-то перекредитуются. А акции покупали бы сейчас «АФК-система» в связи с просадкой? Как раз такая хорошая компания, нам все ее вот нахваливают. Видимо, что у них есть еще потенциал, так сказать, снижения по акциям «АФК-системы». Но я на самом деле на них смотрю, потому что как холдинговая компания, они, получается, владеют долями в дочках, ну там, получается, «МТС», и «Озон», и «Эталон», и так далее. Их ежет. Да, хотя сказать, хороших назвали, а что-то хромых не особо. На всякий случай. Ну и мы, как говорится, не вводим в заблуждение, просто умалчиваем. Да, 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 вот. И получается, что когда ставки растут, а цены на акции падают, то такая математическая оценка стоимости акции системы, как, например, сумма их долей минус долг, она там сокращается ускоренными темпами. Но если ситуация начинает разворачиваться в обратную сторону, то тогда та же самая динамика идет эффективно только в рост. И поэтому здесь важно не ломиться вперед паровоз, не покупать сейчас, искать дно, но при этом после разворота, когда уже он будет, через месяц, через три, через полгода, то, собственно, снова не боится сюда заходить. Потому что я просто хочу сказать, что вот если мы возьмем МТС, например, с одной стороны у них большой долг, понятно, что они сильно упали. С другой стороны, если они, например, год-два перетерпят с высокими ставками и будут, например, все равно выполнять свою программу по дивидендам выплаты, то тогда текущие дивиденды это почти 20%. Но в целом уже сопоставимо со ставками. Здесь такой вопрос, смотрите, о зрителях, как раз, Александр спрашивает, он счастливый держатель Сигежи, как раз, КИАФК, что ему делать? Плакать и держать или продавать и куда-то перемещаться? Знаете, это, как всегда, очень сложный вопрос, потому что Сигежа вообще была очень слабым заебщиком, точнее, слабым эмитентом стала после того, как фактически была закрыта финская граница, потому что, на самом деле, сейчас очень практически все или подавляющее большинство производителей вот этот лесных пиломатериалов, бумаги, которые получали баснословные прибыли от экспорта с коротким плечом в Европу, ну, в первую очередь, в Северную Европу, вот они после закрытия этого рынка очень сильно все страдают, в том числе и Сигежа. Ну, а сейчас что делать с этими акциями? Нет, а сейчас, на самом деле, я бы просто шел дальше, неважно, что делать, надо просто смириться с тем, что они уже упали, и просто оценить, что сейчас покупать или не покупать. Хорошо. Мы не покупаем, нам страшно. А потому что я заявила в самом начале про момент, рассказала про такое сильнейшее падение чистой прибыли, и вот Андрей Чередин спрашивает, что скажете про момент? Про момент скажу так, что когда даже они размещались, я ее внимательно оценил, мы даже пошли на небольшой объем, в целом видим, что про момент падает даже чуть слабее, чем рынок, что в этом смысле хорошо. Вот, и это, на самом деле, очень интересное... Так еще не вечер, отчет вышел, торги еще не начались, или вы считаете, что рынок позитивно посмотрит? Я не считаю в данном случае, что рынок позитивно или негативно посмотрит, потому что с промамедом ситуация очень проста. Это очень сильная компания роста, которая работает в высокотехнологичной сфере, в которой, по большому счету, не нужны затраты на производство, я просто этим разбирался. У них основной вопрос в том, смогут ли они провести клинические испытания, вывести свои препараты, и будут ли деньги, в первую очередь, у государства на покупку с этих высокотехнологичных препаратов. Ну и третье, вернутся к нам иностранцы через три года или через семь. И в этом смысле один отчет за один квартал, на самом деле, не играет никакой роли, тем более, когда мы говорим про чистую прибыль, это в общем... Давайте продолжим от зрителей вопроса. Уже Альберт спрашивает, вы так расхваливали ВТБ, а что скажете про Сбербанк и ТКС? Вот я говорю, что Сбербанк – это просто очень хорошая, надежная фишка, которая сейчас, по моим оценкам, должна приносить 25-28 годовых. То есть это все равно дает свою премию к облигациям. А ТКС? Про ТКС ситуация чуть-чуть сложнее, просто потому что там больше неопределенности. Но что мнение какое-то? Мы на него смотрим и хотели бы его увеличить. Пока не увеличиваем. Ну, видимо. А вот, кстати, как раз, я смотрю, на все смотрите и ждете. То есть я так понимаю, что вы стоите на дальнейшее падение рынка. То есть вы считаете, что дно еще мы не нашли? До каких уровней? Ну, я лично больше смотрю… Вы так смущаетесь, как будто я вас спрашиваю, какой это вот неочевидный вопрос. Да, потому что я никогда не мыслил в терминах уровней. Для меня этот вопрос очень неочевидный. Я стараюсь понять какие-то взаимосвязи между разными активами. И тут я смотрю в первую очередь на рынок ОФЗ и на ставку Центрального банка. То есть в середине сентября у нас будет заседание ЦБ. Если ЦБ скажет, что ставка 20-я, то, наверное, рынок еще дальше, там, сколько-то будет падать. Если ЦБ, например, скажет, что он уже видит, что инфляция замедляется, его меры работают, то, наверное, на это отреагирует ОФЗ. И это будет каким-то сигналом, что и по рынку акций мы видим дно. Ну, просто представьте, если сейчас ЦБ скажет, что будет 20 и, там, может быть, рассматривать повышение до 22 или 24, то, ну, какое тут дно? Спасибо большое, Петр. У нас в студии был Петр Салтыков, партнер и управляющий компанией Ари Капитал. Ждем открытия рынка. Всем желаю сегодня и в целом хороших торгов. Смотрите нас каждое утро. 8.30 и 9.40 утра.